Зима закончилась, пришла весна. Пора избавиться от зимнего пальто и надеть что-то полегче. С вами Томас на канале Realman Real Style и сегодня я расскажу вам о пяти видах курта, которые нужны весной каждому мужчине. Итак, давайте начнем с полевой куртки. У нее военный стиль, и согласно популярной легенде, эта М65-я полевая куртка была разработана на длину, что я с США во время войны во Вьетнаме. Покрой этой куртки не должен быть слишком тесным, вам должно быть комфортно поддеть что-то под нее. Она средней длины, поэтому должна быть достаточно длинной, чтобы прикрывать, так сказать, задний фасад. На куртке имеются 4 передних кармана, 2 на груди и 2 на талии. Есть разные виды застежек, пуговицы, молнии, кнопки. Уникальная особенность этой куртки – двойная молния. Так что вы можете не только застегнуть эту куртку, но использовать вторую молнию, чтобы открыть ее снизу. Это особенно удобно, если вы наклоняетесь или сидите, так как эта деталь предоставляет вам лучший диапазон движения без полного расстегивания куртки. Горловина этой куртки полностью закрывается движением вверх, а благодаря пряжке и ремешку ее можно надежно застегнуть. Это обеспечивает отличную защиту от ветра и дождя. Эти куртки изготавливают из прочного хлопка или нейлона. Также есть куртки с восковой пропиткой для защиты от влаги. Куртка номер 2 – кожаная куртка Кафо Рейсер. У нее гладкий и минималистичный дизайн, который будет вам очень к лицу, если у вас худочавое или стройное телосложение. Куртка должна плотно прилегать к телу в рукавах и туловище и заканчиваться прямо в области линии пояса. У этой куртки два кармана на талии. Нагрудные карманы или отсутствуют, или же имеется один нагрудный карман на молнии слева. В типичной куртке Кафо Рейсер имеется застежка нашей защелкой, но у этой обычной кожаной куртки вместо этого ложный воротник. Для пошивы куртки этого фасона отлично подойдет легкая гладкая овечья кожа. Конкретно, эта куртка сделана из козьей кожи. Она такая же легкая и мягкая, как и овечья кожа, но у нее просто великолепная зернистая структура. Также обратите внимание на куртку Дабл Райдер. А сейчас давайте поговорим о джинсовой куртке. Этот фасон, также известный как куртка дальнобойщика, был впервые представлен брендом Левайс в 1962 году и с тех пор стал классикой. Это облегающая куртка, которая заканчивается прямо под линией талии. У этой куртки два нагрудных кармана с клапанами. Она застегивается на металлические пуговицы, известные также как пуговицы-пончики из-за отверстия в центре. У этой куртки отложенный воротник, который вы можете расправить или поднять в зависимости от погоды, или от того, насколько стильным вы хотите выглядеть. У этой куртки есть боковые вкладки на линии талии. Эта деталь позволяет вам подтянуть или ослабить талию для лучшей посадки. Это очень непринужденная повседневная куртка, которая отлично подойдет для любых выходных. Куртка номер 4 – это Харрингтон. Она была создана в Великобритании в 30-х годах и приобрела популярность в 50-х и 60-х годах. Это мягкая куртка, которая обычно сделана из хлопка или нейлона. Она заканчивается как раз ниже линии талии, но обычно немного свободнее сидит в талии и рукавах. Куртка, которую я выбрал, представляет собой современный взгляд на эту модель. Так что она сидит немного более плотно. Кроме того, дизайнеры изменили несколько деталей стиля. Например, у традиционной модели карманы на клапанах вместо карманов на молнии. Одна из главных особенностей этой куртки – это пуговицы на воротнике. У классической модели Харрингтон две пуговицы, а у моей только одна. В классических моделях также вы можете увидеть уникальную подкладку. Как правило, у них яркий, клетчатый рисунок. В общем и целом, это очень универсальная куртка, и она отлично смотрится с любой одеждой выходного дня. Двигаемся дальше. Куртка Бомбер. Эта куртка была создана еще во времена Второй мировой войны. Первоначально это была кожаная летняя куртка для пилотов. Современные версии часто изготавливаются из легкого хлопка или нейлона вместо кожи. У этой куртки есть резинка вокруг пояса и манжеты. Изначально посадка этой куртки была более свободной, но, согласно современным тенденциям, современные модели выглядят немного стройнее. Куртка должна заканчиваться прямо в нижней части линии пояса. У куртки простой и понятный дизайн с двумя боковыми карманами в средней части. Для большинства оригинальных курток-бомберов характерен отоложной воротник, но у современных моделей низкий стоячий воротник, который сужается сзади наперед. У куртки непринужденный и сдержанный стиль, который отлично смотрится с повседневной одеждой. Какая модель вам больше нравится для весны? Дайте знать в комментариях. Ну а если вы убиваете свой стиль, надевая куртку, которая вам не подходит, посмотрите это видео. В нем я покажу вам, как должна сидеть ваша куртка. Субтитры создавал DimaTorzok